всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот мюсли ого называется так мюсли у нас запеченными с тропическими фруктами вот ананас киви еще какой-то должен быть 350 грамм покупала я в перекрестке по акции в районе 60 рублей где-то так сейчас я пошуршу так сфокусировалась кому интересно нажмите стоп и прочитайте все это вот способ употребления то есть можно с молоком он в сухом виде с молоком с кефиром йогуртом и соком порция продукта 50 60 грамм это 56 столовых ложек вот так вот так и давайте прочитаем вот здесь внизу тоже у нас там написано килокалорий 450 в 100 грамм также вот тут есть у нас другие вкусы которые еще существуют с фундуком с яблоком бананом и ягодки и также можно еще прочесть вот здесь это на тот случай если кому-то все-таки интересно и давайте же посмотрим что же у нас внутри их особо не берут мы сейчас с вами сделаем обзор и люди начнут их брать так наша тарелочка как они выглядят внутри пахнет мюслями высыплю наверное все и будем с вами рассматривать так у нас здесь сушеные фрукты должны быть в принципе да вот они есть ананасик кто там еще а кто у нас там ананас киви кто-то еще я здесь вижу даже изюм хочу нас там был составит непонятно так состав хлопья овсяные хлопья пшеничные рапсовое масло какое-то масло непонятно сахар мука рисовая мука зачем тут непонятно мне кажется самим тогда проще сделать а это мюсли наверное сами что делаются хотя кстати они похожи на геркуляс немножко поджаристый какой-то ну ладно поехали дальше мука рисовые так вода питьевая кусочки сушеного банана то есть банан есть хотя он не нарисован в рисовой муке сушеный банан в рисовой муке изюм цукаты ананаса ананас в сахаре регулятор рисовой муки ой господи регулятор кислотность хотя уже туда пошла так лимонная кислота мука пшеничная патока как обычно на везде у меня на самом деле подруга была у него была фамилия патока каждый раз я вспоминаю так цукаты папаи 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 ладно так цукаты цукаты манго лимонная кислота кусочки сушеного киви то есть еще киви должна быть соль и ароматизаторы и возможно орехи арахис и кунжут ну короче такой банан здесь даже должен быть сушеный ну то есть вот ананас вот он я его нашла изюм по моему было написано там вот он естественно был не нарисован то есть если у вас аллергия там на изюм или что-то такое то обязательно читайте состав всегда обязательно читайте состав потому что я думала вот только вот это вот без изюма а вот еще ананасики давайте вот тут сбоку сложим вот тут учет такое непонятное ну чё-то кстати а вот это что-либо не похож на банан так а вот киви кстати о я нашла киви вот это вот маленькая козявочка это киви ну самый конечно актуально это у нас дешевый наверное изюм он конечно же есть везде его много а эти вот цукаты их конечно уже поменьше ну и киви соответственно наверняка а нет подождите я еще нашла киви ну это принципе как и везде вот пожалуйста киви вы хотели со вкусом киви да пожалуйста вот ваши киви я уже два кусочка киви нашла но зато изюм вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 их 10 штук уже изюма ананаса ну да вот два ананаса есть не знаю это тоже что ли ананас вроде по цвету расходится тут вот красненький я не знаю папайя наверное да наверное папа это она вроде красненькая да у нас там виднелось вот пожалуйста еще ананас папа я еще а вот киви кстати я так и не вижу еще а еще киви нашла слушайте ну киви прямо специально добавляют прям какие-то просто крошки какие-то остатки от киви почему так и ничуть не понимаю еще киви слушайте ну реально пожалуйста еще маленькая крошка киви ну я не знаю это ну это кашмар какой-то правда так нельзя так просто действительно нельзя какая-то нанрисовая не надо читать зато вот папайя вот она зато большими кусками толстыми еще вот одна банан честно я что-то его не нашла вот честно знаете если бы допустим делала мюсли я я бы сделал знаете как вот отдельно допустим вот эти вот сами мюсли да то есть вот эти вот какие то что-то не знаю мне кажется это геркулес то есть отдельно у меня стоял геркулес например да отдельно там в другой тарелочки папаи то другой тарелочки там изюм там еще одна тарелочке там банан и так далее вот так вот все по тарелочкам и допустим я были бы взвешивал бы каждую ложку собирают либо просто полошкам вот так бы добавляла и 2 добавляла добавляла потом все перемешала мешок сложила отправила продавать до лично я бы делала так если Если бы это была моя фирма. Блин, тут вообще что-то непонятное. Вообще с молоком, с водой она развалится или нет? Кстати, надо будет попробовать. А, ладно, давайте, пока я тут буду осматривать, это будет долго, очень затянется. Здесь у меня есть такая чашечка интересная. Такая, кстати, она красивая. Ее можно отправлять в духовку, если что. Но мы сегодня духовку отправлять с вами не будем. И мы с вами будем его кушать вместе с молоком. О, еще один попался, пожалуйста, киви. Так, раз. Два. Так, давайте еще вот эту добавим. Три. Четыре. Вместе с изюмом. С этим вот. Четыре. Пять. Киви нашла. Гигантский, при гигантский киви нашла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько там, четыре уже насчитала? Сейчас, сейчас я вам покажу. Киви нашла. Гигантский. Не поверите. Какой гигантский. О, киви. Киви. Зеленый киви. Ну, так, разумеется. Я надеюсь, что производитель меня посмотрит, увидит все-таки обзор. Блин, ну так нельзя, правда. Сколько там было у меня ложек, четыре, что ли, или пять. Давайте пять. Щеки вон там нашла. Эй, что такое? Заганность. Какой-то вообще, как зуб какой-то гнилой. Пять. И тут шесть. Так. И добавляем, у меня уже оно, конечно, остыло, теплое молоко. Немножечко молока много налила? Ну, ладно. Так, ну и все. Пускай оно немножечко постоит. И потом мы будем его пробовать. То есть, пока оно будет стоять, наверное, я тут еще покопошусь. Тут я тоже туда добавлю. Поищу еще немножко киви. Ну, блин, вот они все маленькие, эти кусочки киви. Почему они такие малюсенькие? Если там, блин, не знаю, лично я так считаю. Если на упаковке нарисован реально киви, то есть, что здесь должно добавлено быть именно в этих мюслей киви? То есть, он здесь нарисован, да? Ананас и папайя. То есть, они три самых таких ходовых ингредиента, которые должны быть больше всего и должны быть больше по размеру. Лично я так считаю. А здесь в итоге получается, то есть, изюм, он вообще там не нарисован, его больше всего. Да, ну, ананас, правда, да, здесь есть. Хотя я не знаю, в какой степени это ананас. Ну, и папайя есть. А вот самого киви, который реально там нарисован, его почему-то нет. Ну, вот там вообще какой-то мизер. То есть, человек, любящий киви, покупает мюсли со вкусом, там, с киви, да? Иди, он его даже поймать сложно. Покупает мюсли с киви, и в итоге там киви толком и нету. Видите, в принципе, вот поэтому я делаю эти обзоры, потому что минусы, к сожалению, везде. Их полно. Так, ну и давайте. Вот это чуть не разламывается. Попробуем, наверное. Нет, кстати, вот эти вот куски, они не разваливаются. Здесь вот еще где-то он тоже не разваливается. Давайте я буду пробовать, а то это у нас с вами может затянуться на несколько дней. Слушайте, ну это реально вкусно. Это реально вкусно. А ощущение, вот берешь в рот это вкусно, и ощущение, как будто это много-много-много разных семян, приплюснутых каких-то. И ты их начинаешь все вместе жевать, чувствуешь очень ароматный такой вкус каких-то семян. В принципе, это жуется довольно хорошо. Еще так постояло немножко в молоке, такое мягенькое. Но все равно немножечко зубам это мешает, то, что их много. И то, что нужно жевать. Ну это ароматно, это вкусно. По вкусу напоминает, как будто какой-то, не овсяное печенье, а какой-то батончик. Геркулесовый, что ли, какой-нибудь вот. Как типа казинак, вот такие вот бывают, что-то такое. Не знаю, если попадется мне, допустим, ананас. А вот он, кстати. Сейчас попробуем миксер с ананасом. Это реально вкусно. И даже вместе с сухофруктом, которым я так считала, что он будет жестковатый слишком, с ним все равно вкусно. Вот я сейчас вспоминаю с детской памяти, я всегда сухофрукты из минусли убирала, потому что мне казалось, что это будет слишком жестко и невкусно. Но попробовав, это реально вкусно. Ну, единственное, да, их как бы очень много. И немножечко, не знаю, может просто непривычно жевать. Я привыкла есть все мягенькое, которое подольше полежит в молоке, а тут немножечко жестковато. Как взять, знаете, полный рот очищенных семечек и начать жевать. Как бы будет вкусно. И так же вроде как много, непривычно. Здесь вот то же самое. Вкусно, мне понравилось, советую. Но вот этот, конечно, киви меня очень огорчил, разочаровал, что... Ну, блин, сейчас я вам еще раз покажу. Конечно, уже видели все это. Блин, вот он, киви. Вот он, киви. Там еще, кстати, я нашла еще один кусочек киви. А, ну, я один с вами съели, по-моему. И один вот еще меньше я нашла. Это вот киви столько. Если сейчас вот начать искать вот ананас, да, вот он ананас, его побольше. Здесь в краю лежит у меня. Папайя ее еще больше. Вот еще, кстати, лежит папайя. Рисы. Рисы, вот, ну, риса тоже, как же, как бы много. Ну, и риса, господи, изюма. У него тоже много. Вот их собрать, то есть, они получаются не в равных количествах. Их много, а киви, вот такое впечатление, знаете, как будто киви, это нереально дорогой продукт на рынке. Он просто там безумно дорогой. Поэтому его там нарезали, маленькие кусочки, и добавили. По ощущениям, вот у меня, ну, думается, то есть, именно так. Конечно, на самом деле, нет, киви подешевле стоит. Ну, или так же, наверное, где-то там стоит, как остальные. Вот. Вот, пожалуйста, еще один ананас. И, естественно, конечно, мне не понравилось, что такое вот это, вот я не поняла вообще. Какой-то, как, мягкий камень, что ли, я даже не знаю. Что-то здесь черное, гнилое вообще. Сейчас сломаем, и внутри гнилое. Какой-то, не знаю, это, я даже не знаю, что это такое. Что-то непонятное. Вот. Кстати, еще один нашла, такой же. Не знаю, короче, что-то тоже, что-то такое. Батюшки, что-то их полно. Не знаю, что это такое. Это банан. Это черный банан, короче. Да, это черный. А, там же было написано. И присутствует банан в рисовой муке. Вот, это банан. Мы, наконец-то, с вами нашли даже банан. Даже банана, посмотрите, его, в принципе, ну да, вот это тоже банан получается. То есть, даже банана здесь гораздо больше, чем киви. Так вот, ну а так, как бы, да, в принципе, меня понравилось. Хотя бы, покупала, конечно, его в перекрестке. То есть, не в каком-то там захудалом магазинчике, в который могли присылать какой-нибудь брак. Нет, то есть, в обыкновенном магазине вот это вот большой минус. То, что не доложили нормального киви. Разрезанного кусочками, в конце концов, или целиком. Я бы могла и сама разрезать, если бы целиком положили. Тут уже нам придется, мало того, там человек платит 60 рублей за пачку. То есть, за каких-то там, сколько, 350 грамм, 60 рублей ты платишь. Плюс, ты еще должен сам доложить к киви, который нарисован на упаковке, но которого там практически нету. Но это можно сказать, да, его нет. Вы покушаете, вы даже не почувствуете его на один зубок. Как бы, это нормально. Тут можно и пожаловаться. Вот, на сегодня это все. Пишите свои комментарии, как считаете вы, достаточно добавили киви или нет. Может быть, я зря такую бучку тут раскатала. Может быть, это нормально для кого-то. Для меня лично нет. Я считаю, что все сухофрукты должны добавлены быть в равных количествах. Я лично так считаю. Напишите, как считаете вы. Обязательно, мне будет интересно. Также напишите, любите ли вы мюсли. И, возможно, может быть, вы дома делаете их сами. Напишите, как. Может быть, рецепт у вас есть какой-то свой. И мы можем с вами попробовать сами сделать. Я люблю создавать разные кулинарные рецепты сама. Называйте их как-нибудь. Очень люблю. Вот. Не буду затягивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики, влоги, обзоры на технику, на продукты. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok